Здравствуйте, уважаемые телезрители! На первом альтернативном бурятии программы «Открытый эфир» я Владимир Банчиков. Сегодня в гостях в нашей студии председатель общественной организации поисковое движение России в Республике Бурятия, руководитель поискового отряда «Рысь» нашей республики Владимир Валерьянович Ефремов. Здравствуйте, Владимир Валерьянович! Прежде чем мы начнем с вами беседу уже непосредственно касательно вашей поисковой деятельности, расскажите пожалуйста нашим телезрителям и себе, кто вы, откуда и как пришли к тому, чем вы занимаетесь сейчас. Я всю жизнь прожил в Улан-Дэ, активную жизненную позицию занимал, когда был юным, окончил военное училище и в 87 году уже начал служить на различных должностях военных, в различных воинских частях и в 2005 году я вышел на пенсию. До этого я как-то сам занимался поисковой работой, когда служил в Волгоградской области. Началось все с этого и как бы началось все это с хобби, с маленького клуба при ДОСАФе. Министерство образования и науки Республики Бурятина поддержало комитет по молодежной политике и мы уже организовали такое поисковое движение по поиску без вести пропавших наших земляков в годы Великой Отечественной войны, в годы войны на Хохенголе, 39-й год. Вот гражданская война, Первая мировая война и сейчас уже вот более целенаправленно мы работаем и стараемся к этому больше привлекать молодых людей в возрасте. Ну, разрешено с Анпином России заниматься поисковой работой молодым людям от 14 лет и там самый старший. Самый старый у нас в Подольском районе 86 лет поисковик. Он занимается этим? Да, он ходит. Он сам, наверное, ветеран войны. Да, 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 дедушка. По возрасту. Он, в общем-то, активный такой, вот, легкий на ногу, в общем-то. Владимир Ильянович, очень много слов сказано, копии сломано вокруг мемориала, который должен быть установлен в районе подмосковного, теперь уже московского Подольска. Вот что вы можете об этом сказать? Потому что вы там, насколько я знаю, достаточно часто бываете и работаете. Тут уже, когда все вроде бы утряслось, ну, ту землю, на которой собирались строить субурган, передали городу Москве. Теперь это город Москва. Теперь наше правительство, наверное, на республике должно решать этот вопрос с мэрией города Москвы о создании и строительстве там субургана. Вот разные, мы смотрели разные проекты, разные, значит, ну, абы как там не поставишь, там надо сделать все красиво, потому что это будет самый субурган в России. И, соответственно, этот вопрос нужно решать на высоком уровне для того, чтобы он там стоял. И, в общем-то, не требуется много земли. Земля эта сейчас распоряжением президента России отнесена к историко-культурному наследию. И там вот как раз начинается строительство музея, начинают вот в этом году, они на мемориале еще поставили пушки, там стоит часовня, там, значит, ну, больше уже полутора тысяч бойцов и командиров Красной Армии похоронены, которые там погибли, которые найдены, пропавшие без вести. И, ну, кто приезжал туда из наших земляков, видели, что каждая третья фамилия – это уроженца Бурятия. То есть, а сколько там примерно, по вашим данным, наших земляков погибло? Ну, если так считать, что стрелковый полк – это, ну, две с половиной тысячи человек, один стрелковый полк. Вот, считайте, это около шести тысяч только пехотинцев погибло, не считать там танкистов, артиллеристов и прочих. Потому что, вот, это чисто из Бурятии погибло, потому что дивизия пришла 26 октября 1941 года, сразу же, в первый же день она начала выгружаться, первый полк пошел, сразу же вступил в бой. Вот, и потом была такая поставлена задача захватить три деревни, которые, значит, как раз бы находились на реке Нара, вот, и чтобы отбросить немцев за реку. Эти дивизии, конечно, взяли, но в тактическом плане мы еще были слабоваты, тогда думали, о чем мы там, мы с Сибири немцев задушим. Ну, и каждый полк, наверное, в первом же бою, вот, из трех этих полков, каждый, наверное, потерял человек по 300, по 400, сразу же, вот, за один вечер. Ну, деревни взяли, потом, значит, удерживали оборону до декабря, до января 1942 года, потом, значит, наступление уже, вот, но бои были очень тяжелые. В некоторых местах ширина линии обороны была 80 метров. Такая деревня Горки, где вот мы работаем, там ввел бои 266-й стрелковый полк, это, там еще были отступающие части, которые, значит, тут же, тут же, значит, останавливали, переформировали, туда добавляли людей, все, они тоже бились. Здесь, и мясорубка была страшнейшим. Деревню Горки наши войска брали шесть раз. За шесть раз, шесть раз немцы отбивали. То есть переходил туда сюда. Да, и последний раз очень интересно, там один новый боец из Четинской области, который, значит, находился в комендантской роте, охранял штаб, там, какие-то объекты, вот, надоело ему сидеть, ушел в самоволку. Он собрал в лесу 200 дезертиров и с этими дезертирами захватил деревню, когда увидели, что он, значит, там... Потому что были тогда не дезертиры, раз они вернулись. Да, 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 и вот эту деревню, значит, наши уже увидели, что там идет бой и взяли эту деревню. Но сейчас этой деревни нет, потому что все было разрушено, что там можно разрушить, и всего один дом стоит, а рядом с этой деревней стоит пионерский лагерь. Вот, кстати, тоже мы как-то там проводили работы, и у нас такой есть сын погибшего, Владимир Тубанович такой, он работал в то время в Москве, и дочки у него в этом пионерском лагере отдыхали. И постоянно их тянуло, он говорит, я замучился уже ругаться, раз съездили, два свечи, у вас тут дянет в этот лагерь. И в этом лагере нашли его отца. Вот такой вот случай был. Нашли отца, и сейчас он ему поставил там маленький такой мемориал тоже там, на этом же вот мемориале, там так вот все сделал. Старается приезжать, возлагать цветы и сохранить память. Но мне кажется, что и с вашей стороны, и со стороны вообще всей общественности, а я имею в виду, в первую очередь, сибирской, надо напоминать почаще москвичам или тем людям, которые себя москвичами таковыми считают, да, кто отставил все-таки Москву, какие дивизии, какие люди. Или я, может быть, здесь не бросаю, сгущаю краски. Это все правильно. Вот там отношение именно к уроженцам Бурятии, к нашему поевосковому отряду местного населения очень хорошее. Помнят еще. Да, они помнят, они помнят наших земляков, которые, значит, шли одетые, обутые, сытые, которые шли, значит, громить немца, у которых была дисциплина, они были, в общем-то, очень четкие. И есть такой там замечательный человек, Цирин Владимирович, наш друг очень большой, ведущий хирург-уролог Москвы, он сам уроженец Бичурского района, и вот он постоянно нам помогает. Военные части, которые есть, они постоянно нам там помогают, вот и машины дают, и возят на экскурсии. Ну и администрация сама Подольского района, которая понимает, что захоронение памяти необходимо, что необходим подвиг народу. Ведь Великая Отечественная война, это, наверное, такое трагическое, ну очень страшное, вообще страшная война, но она объединила все народы, все кланы, все нации, которые проживали в Советском Союзе. Вот она имела очень мощный объединяющий фактор. Никогда больше так наш народ нашей страны не объединялся перед одной целью, вот, победить. К сожалению, история ничему не учит, да, нас? Я имею в виду, сейчас мы не сработаем на Украине. Да, да. А вот что касательно Холкингола, у вас, я так понимаю, дальнейшие планы связаны, ну, самые ближайшие планы, связаны именно с Холкинголом? Ну, вот уже у нас девятая международная экспедиция на Холкингол, мы работаем на местах боев наших воинских частей, это вот Сопка Ремезова, Сопка Палец, Пески. И работаем довольно-таки, там серьезная работа, во-первых, климатические условия совсем другие, вот. Ну, и сейчас мы работаем на другой стороне реки, там песок. Сопка Ремезова, что собой представляет, это вот, ну, бывают ошибочные фотографии, говорят, что вот наши ставят, устанавливают флаг на Сопке Ремезова, там такая скала, как бы, красноармейцы, там никаких камней вообще нету, просто это большой песчаный холм. Ну, этот холм так удачно был расположен, что с него видно было все, и поэтому за него очень сильно бились. И вот этот Ремезов со своим подразделением несколько дней штурмовал эту Сопку, чтобы ее взять, и чтобы, значит, тогда было занять господствующую высоту, и можно было корректировать огонь артиллерии, самолетов, все может, оттуда было видно все, где японские крепления, где что. И вот очень сильные бои были, и по данным Центрального архива, исторического архива, погибло, пропало без вести 2000, через 2024 человека, и вот нами найдено уже 53, найден колесный танк БА-3, бронетранспортер БА-1, найден самолет, вот, правда, он в озере лежит. Ну, монгольская сторона не разрешает, мы несколько раз ставили вопросы и нашим, и передавали вопросы тем делегациям, которые едут в Монголию, чтобы решить вопрос о получении оттуда какой-то бронетехники для того, чтобы в городе поставить памятник героям Хохенгола, потому что в количественном отношении по Советскому Союзу отмобилизовано туда было, то есть гражданских взяли и призвали на войну, из Бурятии больше всех, и больше всех, соответственно, их там и погибло. Ну, это понятно, близко, это граница, то есть... Потом шла Читинская область, потом Новосибирск, потом Иркутск. Вот очень много там наших и задействовано было, погибло около 8 тысяч человек всего, вот, с японской стороны, так вообще в два раза больше, вот, но... Бои были своеобразные, наша армия не имела опыта, например, в боев ночью. Вообще не знали, как воевать ночью. У нас никогда не проводились учения ночью, например. И для этого специально был сформирован на базе Кяхтинского погранотряда сводный батальон пограничников, которые, значит, были с Красно-Чекойского района, с Кяхты одна рота была, еще откуда-то. Вот эти три роты сформировали, и они осуществляли охрану, антидиверсионную деятельность. И охрану, оборону... Было около 28 переправ сделано для техники, для пехоты через реку Холхенго, потому что она сейчас такая, в общем-то, мелководная. Тогда средняя глубина была метр восемь на реке. И у японцев уже тогда были боевые пловцы, которые ночью подплывали к этим переправам, изминировали и взрывали их. И вот этим занимались пограничники, и, в общем-то, достойно занимались. И тут вот Симонов, в своих рассказах Симонов, у него были неплохие отношения с Жуковым. Константин Симонов. Да, Константин Симонов, писатель. И вот, в общем-то, много было того, что, например, мы не знаем. Но мы, опять же, военная мысль шла вперед. Мы первый раз на Холхенголе применили ракеты «Воздух-воздух». С наших самолетов стреляли по японским самолетам ракетами. Потом применили ствольные гранатометы. Вот сейчас подствольники, а тогда вот изобрели ствольные. На винтовку специально одевалась, холостой патрон закладывался, вставлялась граната. У нее был двигатель. И на 150 метров она летела, поражала, значит, или технику, или живую силу противника. Вы такие свои исторические данные, о которых я, даже сам историк, к своему стыду слышу в первый раз, вы как-то, может быть, не собираетесь изложить, я имею в виду, в каком-то учебнике, учебном пособии, не знаю, для будущего поколения? Хотим сделать, вот, в общем-то, об этом написано, но мы хотим сделать, вот, сейчас вот, соцзащита города издает специальную книгу, вот, по материалам тех родных, которые сейчас живы, которые помнят про своих дедушек, которые воевали на Хохенголе. Вот это такой сборник, может быть, туда заложим фотографии какие-то, это покажем. Вообще, Хохенгол это, сейчас очень много ставят вопросы японцы, причем перед всеми ставят вопрос о том, что якобы мы в 1939 году напали на Японию. Вот давайте к этому вопросу чуть подробнее вернемся попозже, да, потому что вообще будем говорить о том, что нам сейчас преподают, какие учебники нашим детям сейчас предлагаются для изучения, в том числе, истории Второй мировой войны. Мне хотелось бы спросить вас вот о чем, кто и как попадает в ваш отряд, я имею в виду, вот, непосредственно в Рысь. Ну, отряд наш, в общем-то, большой, это около 200 человек. Это постоянно одни и те же ребята или... Нет-нет, он постоянно меняется, старшие ребята уходят, вот, уже ушло из отряда 150, да больше уже, где-то человек 170 ушло из отряда, которые вот 9 лет назад начинали, кто-то попозже, кто-то уже отучился сейчас в военном, уже служит офицером или работает просто, даже некоторые продавцами работают в магазине там, женились там и все прочее. Но ни один из них не ведет какой-то маргинальный образ жизни. Все ребята, пускай он работает на какой-то там не космической работе, а обыкновенной работе, но он делает свое дело, он понимает, что, ну, есть принципы порядочности, что ли, честности у этих ребят. И вот, у нас ни один, нет такого, ни одного, чтобы было. Вы работаете с трудными? Да, работаю, у нас и сироты есть, и, в принципе, мы принимаем всех. Единственное, что в ходе... То есть, вы принимаете всех без всяких условий? Да. Со стороны, там, родителей, допустим, такого нет, что вот вы этого пять раз в день кормите, там, в девять часов спать ложите? Нет, нет, такого нет, потому что все, всем доводится, все мы собираемся и доводим, что как. Потом сами ребята, которые уже ездят в экспедиции, которые с этим более знакомы, подробнее, они уже им объясняют, что и как, и родителям объясняют. Вот, поэтому ребята, они уже понимают, на что идут. То есть, в руководстве отряда, я так думаю, что должен быть или есть, наверное, психолог, да? Потому что это, ну, все-таки, это достаточно такое, очень специфическое дело. Ну, да. Поисковая работа, если это не касательно, там, железа какого-то там. Ну, поисковая работа по поиску останков, вот, часто задают вопрос, что вы поднимаете. Мы не то, что там, такого нету, чтобы разрыть могилу или еще что-то. Нет, это понятно. Бежал в атаку, попал в него осколок, вот он упал в поле или в окопе, сполз там, лежит, вот, или в землянку, там, попал снаряд, они там, лежат. Вот, а то, что они находят солдата, вот, нынче в Подольске они подняли 14 человек, на их глазах, кроме радости, ничего не было, гордости и радости, то, что это они сделали. Как вы потом определяете, что это за человек, вот, я знаю, у вас бумаги на руках, да, вот, озвучьте, пожалуйста, это вот последние ваши, найденные наши герои. Работа ведется нами, работа ведется всем поисковым сообществом, это очень большое. Сейчас у нас еще поисковики, которые работают за границей, вот, есть такой поисковый союз, которые работают за границей, значит, восстанавливают мемориалы, восстанавливают имена погибших солдат. Даже в Бельгии наши, вот, работают, бельгийцы, вот, нас тоже приглашают, все приехали, сейчас они нашли заброшенное кладбище, где похоронено 200 наших красноармейцев. Вот, ну вот, сейчас вот, буквально, Удмурты, наши друзья с Удмуртии позвонили, это вот было вчера, найден красноармеец, 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Андреев Михаил Васильевич. Уроженец Прибайкальского района, призван в 42-м году Прибайкальским военным комиссариатом Бурят-Монгольской СССР. Вот, если родственники откликнутся, то, вот, это будет здорово. Откликнутся. Да, найден он, похоронен в Венгрии, Шердар, деревня Шердар. Вот, и есть такая объединенная база данных, мемориалы, там есть информация, можно его найти, там заполнить табличку, фамилии, имя, отчество, и вылезут все Андреевы. Которые, ну, тоже, если не нашли в архиве, отчаиваться не надо, потому что в архиве около 18,5 миллионов различных документов. На сегодняшний день всего 5% этих документов забито в компьютерную базу. Вот, вот, ваше объединенное поисковое, вы имеете ввиду, вот, международное, международное такое сообщество, оно влияет как-то на сохранение хотя бы того, что уже есть памятников, я имею ввиду. Да. Потому что, как ни месяц, там, ну, я не знаю, может быть, и реже, слава богу, что у нас оскверняют памятники, то в Германии, то в Польше, то в Венгрии, по-моему, в той же самой такие случаи были. Вот, как к этому относятся? По западноевропейским странам, конечно, кроме Украины, у них проводится расследование, у них эти люди арестовываются, садятся в тюрьму, да, наказываются, садятся в тюрьму, восстанавливают материальный ущерб, который они сделали. То есть, в этом плане, там, у них закон работает. Другое дело то, что, вот, как сейчас на Украине, ведь молодежь там упустили, и они контролируют... Это очень быстро упустили, за 20 с небольшим лет. Да, упустили полностью воспитание, и другие, вот, такой мощный пласт людей подняли, и вот, сейчас пожимают, пожинают то, что есть, что люди... Не понимают, и вот еще хотелось бы назвать фамилию, это вот пришло письмо от доцента кафедры истории из города Симферополя, с Крыма, который нашел информацию о нашем земляке майоре Канаеве, который был уроженцем села Тунки, награжден орденом Красного Знамени. Он его нашел по именно ордену. Ордена были номерные, и по номеру, в общем-то, установил. И вот очень хочет связаться с родными, все им передать, и с родными вот с Тункинского района, которые, значит, там жили. Он был командиром эскадрильи, летчик. Ну, обязательно мы озвучим, если кто-то будет обращаться к нам в редакцию, мы переведем на вас. К сожалению, Владимир Григорьевич, я предупреждал, что времени у нас очень мало, но я думаю, что мы еще обязательно встретимся после вашей экспедиции на Тункингол, если вы, конечно, не будете против. А сейчас, вот, по традиции нашей программы, я предоставляю вам слово с обращением к нашим телезрителям, пожалуйста. Республиканский военно-патриотический поисковый АТ-3 уже существует 9 лет. Многие спрашивают, как к нам попасть, в общем-то, ничего такого страшного нет. Надо позвонить в Комитет по молодежной политике, Министерство образования, там дадут телефон, или запишите мой телефон 8-914-981-62-45, Ефремов Владимир Валерьянович. Я скажу, что это очень хорошая подготовка детей к будущему, к будущей работе. Кстати, у нас ребята нынче тоже поступили в военные институты, учебные заведения. С нашей характеристикой проходят вне конкурса. Ну, я так думаю, так и должно быть. Да, в общем-то, все это мы обсуждаем коллегиально, даем характеристику. То есть это один из шагов в будущем? Да, да, да. Ну, в общем-то, мы считаем, что человек, который не знает историю своего народа, хотя бы новейшую историю, хотя бы вот что-то, то он не знает, ничего не будет знать. И будет вот психологически обрабатываемой, которая сейчас война психологически, все говорят, идет война информационная. Но это и есть психологическая обработка людей. Кстати, ГТРК, не ГТРК, но вот проводили исследования у студентов, спрашивали, что такое геноцид или что такое концлагерь. Из десяти человек ни один не сказал. Ну, вот то, к чему мы пришли, я имею в виду, что мы, к сожалению, не успели говорить об учебниках наших, да, пресловутых. Но я надеюсь, что мы с вами еще найдем время обсудить и этот аспект как раз ближе к первому сентября, к началу нового учебного года. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Хочется пожелать от всего нашего коллектива успехов вам в вашем очень важном, очень благородном, очень полезном деле. Всего вам самого доброго. Спасибо. Уважаемые телезрители, в гостях программы «Открытый эфир» был руководитель республиканского поискового отряда «Рысь» Владимир Валерьянович Ефремов. Я, Владимир Банщиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова